Всем здарова! Давненько я, конечно, не интересовался криптовалютами, но сейчас пришло время сюда снова заглянуть и давайте сразу же начнем. Начнем мы, естественно, с биткоина. Мы видим, что в биткоине у нас с мая 22-го была такая хорошая проторговка на очень больших объемах на Binance. В целом можно сказать, что здесь было накопление, хотя меня смущает, что накопление было довольно-таки короткое. То есть оно было здесь с мая, точнее с июня по март. Это буквально 9 месяцев, 10 месяцев. То есть это не очень много, но тем не менее тут очень большие объемы. Даже вот у нас в пике в 2021 году, когда биткоин стоил по 60-70 тысяч, у нас не было таких объемов. Данный график я смотрю по бирже Binance и это, в принципе, о чем-то может говорить. Что дальше? Дальше у нас была проторговка в районе 25-30 тысяч. Сейчас мы за нее выбрались и давайте посмотрим, что конкретно сейчас происходит здесь. Это у нас дневной график. Мы видим, что у нас есть уровень 38. Хороший вопрос, кстати, чем он обусловлен. Этот уровень сейчас посмотрим. Был ли он где-то? Ну, не самый сильный уровень, но тем не менее для такой криптовалюты биткоин это довольно высокий уровень. Тем более мы здесь торговались в промежутке 5 тысяч и сейчас мы за него вышли. И снова у нас такой промежуточек пока что чуть меньше 5, но мы, скорее всего, будем здесь внутреннего и торговаться. В целом ситуация, я думаю, может сложиться схожая с тем, что мы видели здесь. Пурного роста я, наверное, пока что не жду. Жду сейчас. Вроде бы выглядит это как бычий флаг. Мы видим, что уровень 38. Мы от него постоянно вырастаем, отбиваемся, вырастаем, отбиваемся. Здесь был небольшой прокол, но мы не закрепились за этим уровнем. Видно, что у нас, в принципе, бычье настроение, но, скорее всего, даже видно, что низы у нас все подтягиваются вверх, как бы бычий флаг. Но, скорее всего, что после этого мы пойдем вниз. Обычно данная ситуация заканчивается конкретно на крипторынке бычей ловушкой. И думаю, что здесь мы можем сейчас еще вот походить и вот ближе к сужению, где-то в декабре мы можем упасть. Ноябрь всегда был довольно хороший месяц для биткоина. Давайте посмотрим вообще, что тут по ноябрю было. Даже можно и здесь посмотреть, что у нас октябрь был обычно грустный месяц, а ноябрь довольно неплохой по росту месяц, но видно, что здесь получилось чуть пораньше. Возможно, это из-за скорого халвинга. Так, что ж, халвинг у нас на какое число назначен? Давайте посмотрим. Ой-ой-ой, не то немножко. Так, посмотрим. Халвинг у нас назначен на 5 апреля. Если честно, несколько месяцев назад я делал такой легкий прогноз, что к 5 апреля, там, возможно, 6, я точно дату не помню, я точку здесь поставил примерно. Я думал, что мы дорастем примерно до 35. Думаю, мы где-то в этом промежутке будем биться. Халвинг пока что не очень сказывается на росте, хотя, тем не менее, рост тоже, можно сказать, что мы за последние 2 месяца выросли на 50%, что, естественно, очень-очень хорошо, особенно для биткоина, когда у нас такая большая капитализация. Но не думаю, что сейчас мы прям пробьем и полетим наверх. Тем не менее, что важно сейчас отметить. У нас сейчас есть новости о том, что CZ, глава Байненса, его прижал ФРС США и он сейчас ушел с поста главного директора. Его там будут судить, возможно, даже посадят за решетку на 18 месяцев, хотя из-за того, что он сотрудничал со следствием, его могут посадить на намного меньший срок. В общем, мы следим конкретно за ситуацией, что там происходит. Но что самое интересное, что мне нравится в данной ситуации, то, что в целом это очень крупная ситуация. То есть, если мы посмотрим, опять же, Binance у нас на первом месте, причем в тренде к воле мы посмотрим 7 миллиардов у нас объем за 24 часа. На втором месте у нас Coinbase с 1 миллиардом. Ну, даже если мы посмотрим какой-то EndoX, я, если честно, не знаю, что это такое. Абит, мне особо я доверяю, OKX. Вот, вот это биржа, я плюс-минус доверяю. И мы видим, что здесь у нас 7 миллиардов, на втором месте Coinbase у него всего лишь 1 миллиард. То есть, на Binance сейчас происходит там порядка 30% в торговле криптовалютами. И ФРС США их прижал очень сильно. Если бы сейчас готовился какой-то обвал, то я думаю, что как раз вот эта ситуация, это идеальная ситуация, чтобы нагнать паники, чтобы было очень много новостей, что сейчас все плохо, все, криптовалюта умрет, сегодня последний день криптовалюты, все продавайте, завтра она будет стоить ноль. Очень часто такое было. Опять же, можем посмотреть там условно, что случилось с FTT. Кто не знает, биржа FTX разорилась недавно. И у них есть токен FTT, который упал просто в ноль. И как бы с 48, там, с пиков он упал там до 1 доллара, сколько он там стоил, когда FTX разорилась. Вот мы видим, что он 1 доллар стоил, хотя было все хорошо, и с 25 до 1 доллара он упал. Мы такого не видим. У нас есть токен BNB, это наподобие FTX. Он, естественно, тоже просел, но не так сильно. Мы видим, что вот здесь были большие продажи. Но у нас после этого сразу там откупали, не откупили, естественно. Но, тем не менее, мы видим, что паники сильной нету, и панику не разгоняют. То есть, если мы посмотрим новости, панику не разгоняют. И поэтому, мне кажется, конечно же, это очень хорошо. Мы можем посмотреть, что у нас биткоин падал на 4,5%, но на следующий день это все откупили. То есть, Binance не закрывается, новости плохие не распространяются. Это, наверное, конечно же, хорошая ситуация для криптовалютного рынка. То есть, сейчас не запугивают, как это было раньше. Хотя могли бы, если бы набирали позиции и хотели бы накупиться еще на дне. Так, смотрим дальше. Идем по эфириуму. Ну, по эфириуму здесь у нас все просто. У нас есть уровень в районе 2200. Сейчас стоит 250. Если мы пробиваем этот уровень, то мы, в принципе, можем дорасти до 2500-2600. Наверное, вот больше до 2500 у нас дорога открыта. Поэтому нам нужно пробить этот уровень. Все зависит, естественно, от биткоина и от новостей. Пока что новости хорошие. Я не думаю, что биткоин сейчас будет расти, но он будет двигаться в этом канале. И, скорее всего, эфириум либо будет идти на 2500, либо тоже сейчас отобьется и будет волочиться в районе 1800-2000. Так, продавать не думаю, что стоит продавать. Можно держать. На текущий момент не вижу опасений, что он может упасть очень сильно. Именно потому что биткоин не вижу, чтобы сейчас топили. Тон. Не знаю, что это такое. Мы это удаляем. Тон. Криптовалюта, которую не все любят. Тем не менее, я в нее хорошо зашел. Заходил там на уровне 1.3. Мы видим, что тон начал очень сильно расти. Его начали очень сильно пампить. И вообще, тон сейчас входит почти в топ-10. В топ-12. Он входил в топ-10, но сейчас немножко опустился. Естественно, после такого роста в два раза. Давайте вот от минимумов возьмем. Ну, на 156%, то есть в два с половиной раза он вырос. Конечно же, не будет так прямая свечка наверх. У нас уже было вот несколько свечек наверх, которые потом сдулись. Но, опять же, у нас тренд продолжается. Сейчас, скорее всего, будет у нас проторговочка. Мы здесь видим, что на уровне... Где у нас этот прямоугольничек? У нас было очень много торгов на как раз вот этих вот уровнях. Если мы будем закрепляться выше 2.5, то у нас дорога там, в принципе, открыта. И спокойно идти до капитализации Соланы. Сейчас у нас 8. То есть рост в три раза может быть спокойно. Тем более, тон, естественно, там у него куча проблем. То, что мы не знаем, кто в него вкладывался. Мы не знаем, как будут продаваться эти активы, когда у нас разморозка этих токенов. Но мы знаем, что разрабатывает тон Павел Дуров. Дуров сделал много успешных проектов, которыми мы сейчас пользуемся. И, опять же, тон начинает активно использоваться непосредственно в Телеграме. И уже у каждого есть кошелек в Телеграме. И это форсится, продолжает форситься. Плюс я несколько раз заходил в тон в момент, когда Дуров делал посты о том, что вот мы используем тон. Тон там стал самым лучшим по какой-то версии. Там держит 100 тысяч транзакций в секунду. И сразу после этого тон там вырастал с 1.8, видимо, до 2.5, когда Дуров там сделал пост. Опять же, я тут тоже докупался где-то в этот момент. Он сделал пост, и кайф, оно полетело. Тон можно держать. Есть перспективы того, что он будет масс-адопшен, потому что он просто для пользователей. Мы просто можем его использовать в Телеграме. Так, давайте посмотрим на Солану. Солана у меня здесь нет. Есть, вот она, Солана. Так, это у нас Coinbase. Что у нас тут по Солане? Ну, понятное дело, что у нас Солана была в пике 259 долларов. Понятное дело, что когда FTX разорилась, то у нас Солана также упала, потому что FTX был инвестором в Солану. И там, в общем, Солана была подвязана на FTX. Но мы видим, что здесь все выжило. Солана сейчас растет, занимает шестое место по капитализации. Сейчас мы посмотрим. Седьмое место по капитализации. Ну, в принципе, шестое, седьмое, тут они очень близко. Так, что мы видим? Мы видим рост бурный за... с 18 октября буквально за 40 дней на 145%. Конечно, по-хорошему нам бы надо сделать здесь проторговочку, прежде чем идти дальше. Плюс, я думаю, что в целом у Соланы уже довольно хорошая большая капитализация. Ее будет тяжело раскачивать. И вряд ли сейчас можно ждать прям конкретно от Соланы бурный рост. То есть она будет идти вместе с рынком. Если биткоин вырастет в 5 раз, ну, Солана может вырасти в 10 раз. Естественно, это супер хорошо, но вырастет ли биткоин в 5 раз, когда у него максимальная капитализация была всего лишь на... на сколько процентов больше? Так, вот у нас. Максимальная капитализация была на 85% больше. Ну, то есть, окей, Солана может вырасти, наверное, раза в 4 на текущий момент. Но в ближайшее время, я бы ее сейчас не брал, тем более здесь у нас идет проторговка. Я думаю, мы можем пойти и немного вниз. Если рынок пойдет наверх, то мы, наверное, будем идти плюс-минус с рынком. Сейчас Солану, наверное, уже заходить неинтересно. Хотя, опять же, она может выстрелить, но выстрелить не так сильно, наверное, как остальные валюты, как тот же самый Тон, которому вроде бы масс адопшн, который намного более перспективный с точки зрения количества людей, которые могут сейчас брать и пользоваться Тоном. Солане до этого далеко. В общем, Солану, наверное, сейчас не очень интересно заходить, но видно, что у нас был здесь рост. Давайте поскроем там всякие трендовые линии, классика, классика. Ну, трендовые линии — это то, как рисуешь, так рисуешь. Я думаю, здесь просто у нас будет проторговочка. Вот, я думаю, пониже даже. Где-то вот так. Проторговочка в районе... Повыше все-таки. Вот как-то так. Потому что после такого роста, конечно, должна пройти проторговка. И мы видим, что сейчас объемы тоже пошли на спад. То есть у нас были на этом росте объемы, и сейчас они пошли на спад. Так. Линк. Валюта, которая многим интересна. Она тоже очень сильно выросла, потому что, во-первых, здесь прекрасный график. Здесь, опять же, у нас была зона накопления. Довольно четкая, красивая. С 4 до 9 долларов. Можно чуть пониже ее опустить, но в сути это сильно не меняет. Зона накопления длилась она с мая 22-го по октябрь 23-го, то есть почти полтора года. Довольно неплохо. У Линк сейчас довольно много сотрудничеств с разными корпорациями, и поэтому на этом фоне Линк как раз-таки начал лететь. Но то же самое. У нас Линк сейчас на 11-м месте, и не видно, что ближайшие там несколько недель он будет лететь. Скорее всего, у него начнется тоже проторговка в районе... Ну, где-то вот так вот. Давайте посмотрим, что у нас по линиям. Да, у нас где-то вот в этом районе будет проторговочка. Проторговочка должна произойти, потому что мы выросли тоже довольно сильно. С самых низов мы выросли на 250%, что довольно хорошо. И тут, конечно, многие будут фиксироваться. Так, что у нас еще? У нас еще есть Maple. Maple – это ноунейм-валютка. Давайте посмотрим ее вначале в CoinMarketCap. Maple, как мы видим, она на 351-м месте. По капитализации. Где-то только что писал. Вот здесь пишут 390-е. Что странно. Видимо, тут разные данные, потому что здесь пишут 351-е место. Ну, окей. Maple – это криптовалюта, которая занимается токенизацией реальных активов. И что самое интересное, у нее капитализация в 8 миллиардов. Но, насколько мне известно, именно токенизировано активов там на полтора миллиарда. И это было месяца три назад. То есть сейчас там может быть намного больше. И, конечно, ситуация, когда мы токенизировали активов на полтора миллиарда. Да, все верно. Когда мы токенизировали активы на полтора миллиарда, а сами стоим 80 миллионов, то есть рост спокойный до полтора миллиардов. Конечно же, это работает не совсем так, что напрямую там будет корреляция. Сколько мы токенизировали, столько и будет стоить. Тем не менее, мы видим бурный рост. И это довольно интересная валютка. Я думаю, она… Здесь, опять же, те же самые даты. С ноября по ноябрь год мы проторговывались. И у нас, если мы возьмем до пика, то есть еще куда расти до пика. У нас еще 282%. И видно, что здесь у нас рост. Небольшой откатик, небольшой откатик, рост. В целом, скорее всего, опять же, здесь захотят зафиксироваться те, кто покупал ее раньше. Но пока что фиксации этих не видно. То есть, видно, что у нас были на рост. Здесь рост объемов есть. На продаже роста нет. Продажи у нас здесь, когда упала валютка, не было роста, никто ее не продавал. И у нас продолжается рост. И потому что объемы здесь небольшие, а рост мы видим, что довольно сильный. То есть, ее особо никто не продает. Есть еще куда расти. Наверное, вырастим еще... Давайте сейчас посмотрим. Ну, явно видно, что здесь у нас ситуация с 20, 21 доллар и 24 доллара. Скорее всего, мы вырастим по этой валютке до... где-то с 21 до 24. Где-то здесь у нас должна случиться проторговочка. Потому что я пока не вижу по этой валютке того, чтобы ее сливали. То есть, да, после роста у нас есть, естественно, небольшое падение, небольшой откатик, но он не критичный. И мы видим, что после роста у нас нету продаж. То есть, мы здесь подсливали ее чуть-чуть, но, опять же, ее никто не фиксировал. Объемы никакие. Здесь у нас снова рост. И рост очень хороший. Поэтому я думаю, что Maple в ближайшее время довольно интересная валютка. не знаю... Это не является инвестиционной рекомендацией, но я его держу. И пока что у меня... Мне все нравится. Я думаю, что его можно еще подержать. Так, AVA. AVA это у нас DeFi. Давайте. Она входит в топ-100. Да, кстати, можно было еще начать с того, что у нас индекс страха и жадности 73. Что довольно хорошо. Значит, нам не страшно. И люди не готовы сливать биткоин и другие валюты. Опять же, кто-то не любит этот индекс. Кто-то на него смотрит очень косо. Я просто посматриваю и вижу, что у нас сейчас хоть неопределенность, но люди не сливают биткоин. Так, смотрим AVA. AVA у нас на 44-м месте по капитализации. Полтора миллиарда. Это у нас протокол DeFi. Если мы посмотрим на AVA... Кстати говоря, можно сюда сразу добавлять. AVA... Не, давайте USD. Не хочу USDT. USDT. Так, что у нас по AVA? А по AVA на самом деле... Все у нас хорошо. У нас, по сути, не было роста именно выходящего с мая по текущий промежуток. Давайте даже, наверное, все-таки поменьше возьмем. То есть, мы готовы сейчас вырваться в район... В какой район мы готовы вырваться? Наверное, до 170 мы можем сейчас пограсти. На самом деле, видно, что здесь растут объемы. Мы погросли. Я думаю, что AVA сейчас довольно хорошая перспективная валютка, чтобы купить. Мы готовы уже здесь пробивать вверх, вверхи. Я в AVA на текущий момент не заходил, но я вижу, что мне очень нравится, как здесь выглядит график. У нас здесь довольно хорошие объемы на этих уровнях. И... Ну, они равны тому, что было на хаях. Опять же, тем не менее, объемы довольно высокие. Они есть. И... У нас есть хорошая проторговка в районе с 50 до 100 долларов. и пробив буквально, наверное, с 110-120 долларов, наверное, вот 117-120, мы можем полететь до 180. Поэтому я думаю, что это довольно хороший момент, чтобы в нее зайти. сейчас посмотрю, как у нас тут... Что у нас по уровням? По уровням здесь... Ну да, вот 160-200. Я думаю, проторговочка будет где-то в этом уровне. Поэтому, думаю, сейчас мы можем высказать и пойти вот на этот уровень. Если мы пойдем, получается вот так, и тут будет проторговка. Хорошая, хорошая валютка. DeFi у нас довольно интересная штука. У нас немного сейчас DeFi в топе. И, конечно, нравится, что вот что-то такое есть. И мне кажется, что довольно это будет интересно. Знаете, что еще интересно? Еще интересно, наверное, посмотреть на историю, когда... Хотя, что история посмотреть? Я хотел посмотреть историю CoinMarketCap, когда месяца два назад сколько... На какой позиции был АВА. Но смотреть историю сейчас, в принципе, бесполезно. Плюс я не помню, где она здесь находится. Где-то рэнкинг History Snapshot. Вот оно. И мы можем посмотреть, допустим, 1 октября. Посмотреть, где был АВА. На той же самой позиции. 43 место. Сейчас 44. То есть, плюс-минус на той же самой позиции. Но это видно и по графику. И я думаю, что он сейчас может выстрелить, потому что он держит свою позицию и готов в целом выстреливать. Так. Идем дальше. Космос. Многострадальный космос. Я космос закупил вот как раз где-то здесь в июне. вот где-то в этом промежутке я закупил. Он после этого сильно упал. Сейчас снова окрос. В целом, давайте сейчас посмотрим на космос более погробно и в глобальном плане и конкретно, что сейчас происходит. космос это блокчейн нулевого уровня, то есть, они предоставляют фреймворк для создания криптовалют. Сейчас есть хорошие новости о том, что многие центробанки хотят сделать криптовалюту на основе космоса. Мы видим, сейчас идут идет повышение объемов. Здесь нету такой проторговки, как было раньше, но я помечал вот здесь такой уровень в районе 5-3 долларов, от которого мы очень хорошо отбивались от 5 долларов. Здесь от 6 долларов, здесь тоже от 6 долларов, ну, чуть-чуть повыше. Отбивались и скорее всего мы сейчас у нижней границы, мы спокойно можем вырасти до 15 и возможно пойти потом наверх. То есть, здесь каналчик, он такой не совсем ровный, не такой красивый, как, допустим, в АВА, в том же самом, где вот у нас такой красивый каналчик, все четенько прорисовано. Здесь у нас не так, здесь нету такой красоты, мы пробиваемся вниз, но как раз мы находимся у нижней позиции этого канала, и если мы выйдем наверх, мы можем вырасти до 26 и наверное там 33 у нас, конечно же, есть сопротивление на 20, но до 20 это тоже уже x2 получается от текущих моментов, и если мы говорим про 26, то это 172%, довольно неплохо, космос видимо сейчас будет скрелять, потому что новости по нему пошли сейчас очень хорошие, очень позитивные, и как раз на этих новостях мы видим, что объемы очень сильно погресли, потому что последние несколько месяцев объемы были, но не колоссальные, то есть их не было всплесков, просто обычные хорошие объемы, а сейчас в последнее время объемы пошли, и я думаю, что сейчас мы можем сделать здесь золотой крест и пойти в рост довольно хорошо, поэтому космос я держу, довольно неплохо получается. Так, палкодот, посмотрим, что с палкодотом, ой, но палкодот здесь вообще красавчик, опять же палкодот, примерно та же самая ситуация, вырастет до 15 с 5 наверное не получится сразу, хотя вот у нас сопротивление как раз получается на 15 у нас здесь был прокол, но основное сопротивление у нас на 15 и 16 можем здесь тоже пойти сейчас в рост, по палкодот сильно новостей не слышал, немножко не понимаю то есть эту криптовалюту, там есть парачейны, они вначале хотели сделать именно парачейны, различные блокчейны, сейчас они поменяли концепцию, они хотят все-таки сделать лейер 1, немножко у них сменилась вот эта концепция и на этом фоне опять же немножко непонятно что они планируют, вот кстати говоря, здесь опять же тоже видно с 16 17 октября у нас пошел рост, давайте посмотрим, что было в биткоине в этот момент 16 17 октября, ну по сути у нас был рост биткоина, объемов особо нету, не такие, давайте здесь приблизим, чтобы не было вот эти старые объемы видно, ну объемы у нас обычные, но пошел рост 16 17 вот это примерно вот эта дата этого роста, мы видим, что у нас биткоин с того момента 16 октября вырос на 40%, ну и полка дота наверное то же самое, и 16 октября, давайте вот, чтобы четко даты соблюсти, 16 октября, это вот отсюда, он вырос на 43%, в целом довольно неплохо, опять же из биткоина деньги потом полетят сюда, и радует, что тут возрастают объемы, на биткоине мы таких ростов объемов не видим, так, Tron TRX 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 мне нравится тем, что в принципе USDT используют в основном на TRX, понятное дело, что низкие комиссии, понятное дело, что все ой, хороший график, хороший график, все дешево по сравнению с эфириумом, поэтому все пользуются TRX, в том же самом Telegram добавили именно USDT на основе TRX, так, видим, что здесь вот так можно поставить, но я бы сейчас в него не заходил, хотя график показывает, что мы готовы просто лететь сейчас наверх, почти перебивать хай, то есть мы плавно-плавно вырастаем, да, без объемов вообще особо, по сравнению с тем, что было раньше, но по графику такое ощущение, что мы готовы уже сейчас перебивать хай, но выглядит довольно опасно, то есть мы уже довольно сильно выросли с ноября 2022 года, и в последний момент мы сильно выросли, давайте посмотрим с ноября именно 2022 года, мы выросли на 142%, но окей, не это самое спешное, самое спешное это то, что мы выросли именно в последний момент, там 15 опять же октября мы уже выросли, хотя на 30% выросли, так же как и биткоин, плюс на минус, видимо его тянет TRX-BTC пара, тянет его вверх, но да, выглядит так, что мы готовы идти наверх, но что-то выглядит опасно, потому что, ну давайте будем честными, мы не можем все время расти, то есть мы растем, падаем, растем, падаем, здесь такой спокойный непрерывный рост, не супер гиперрост, наверное такой самый адекватный рост, но 135% мы уже сделали с ноября, это намного приятнее, нежели было бы 135% вот не знаю, за последний месяц, то есть лучше плавный такой рост, потому что в рамках этого канала мы падали и люди откупали, продавали, было перераспределение, не знаю, что-то меня здесь отпугивает, наверное, вот этот сам рост как раз таки отпугивает, наверное, то, что мы находимся у вершины канала, это тоже естественно отпугивает, то есть если брать, то брать хорошие валюты, которые мы видим позитив и что уверен, что будет расти, но у нижней границы канала, то есть да, мы можем сейчас вырваться из этого канала и пойти наверх, но наверх тут не так уж и высоко мы можем пойти. график мне нравится, но я бы сюда сейчас не заходил, я его держу, заходить я, наверное, не готов. Сколько у нас капитализация? 10 миллиардов. Ну, окей, хорошо. Так, оптимизм. Про оптимизм мне мало чего известно, меня попросили посмотреть на эту валютку, я мало чего о ней знаю. Это у нас график, а, это график за последний год, с 22-го, а есть что-то постарее, давайте, может, на Binance постарее у нас, вообще, когда появился оптимизм. Хорошо бы, конечно, изучить, что это конкретно за валюта, мне как-то рассказывали, но, если честно, я не особо, а, ну, он только появился, понятно, он только появился, предыдущего буллрана у него не было. Что мы видим? В марте 23-го у него был пик, так, у нас биткоин как раз-таки с марта 23-го у нас биткоин вырос, оптимизм упал. Это не самый лучший знак. То есть, здесь у нас биткоин с того момента вырос на 30%, а оптимизм упал на 30%. Не самый лучший знак, да, мы видим, что можно расти и расти, но я сюда заходить не готов и график, конечно, не знаю, не очень мне предвещает график чего-то позитивного, туда-сюда можем ходить, но не знаю, немножко надо, наверное, изучать, что из себя представляет оптимизм, потому что, как я и сказал, я мало чего знаю про эту валюту, надо изучать, насколько у них сильный, что у нас там на гитхабе вообще по оптимизму, 1.8 тысяч фолловеров, не очень много, но нормально, Юпитер, эфириум оптимизм, я так понимаю, это надстройка у нас над эфириумом, то есть, это layer 2, примерно то же самое, что Avalanche, но я не уверен, кстати говоря, об Avalanche, тоже попросили посмотреть эту валютку, давайте посмотрим на график, насколько я помню, он вырос за последнее время, ой, как хорошо, ой, как хорошо, так, хорошо, что тут у нас, что тут у нас, ну, стандартно, вот это, про торговки мы шли вниз, ну, примерно так, ну, вот, что не нравится, мы мы выросли, конечно, да, причем выросли хорошо за последнее время, ну, на 138%, но мне не нравится, что мы не вырвались из вот этой проторговки, то есть, мы немножко вышли наверх и ушли вниз, это не очень хороший знак, значит, недостаточно у валюты силы, чтобы прям идти наверх, то есть, мы сделали там небольшой прокол и остались у верхов, да, мы можем сейчас пробить его наверх, то же самое, как сделал, допустим, тот же самый биткоин, мы были здесь сверху, ближе, соответственно, как рисовать, можно так рисовать, ну, вот так давайте оставим, и у нас резким выходом пробились наверх, у аваланчо такого выхода нету, не вижу, что он предвидится, хотя, опять же, рост за последнее время довольно хороший, довольно сильный, Рост, конечно, довольно сильный, но хотелось бы выйти из вот этой проторговки, а мы из нее не вышли, золотого креста у нас нету, хотя, опять же, мы скремимся к золотому кресту, если ничего плохого не случится, то мы можем сделать резкий выброс наверх, давайте посмотрим, до скольки мы можем там плюс-минус вырваться, у нас нету ничего тут сильно интересного, можем вырваться, но мне не нравится это, ну, до 50, но вряд ли мы пойдем до 50, 38, может быть, может быть, но, как я и сказал, мне не нравится вот эта ситуация, что мы не преодолели, мы, сейчас здесь поболтаемся, поболтаемся, а потом вырваемся, конечно, наверх, вот, но я, наверное, входить сейчас не готов, арбитрум, арбитрум, тоже валютка, про которую я мало чего знаю, конечно, надо было бы изучить именно хардовую часть, что каждая валютка из себя представляет, но пока я смотрю именно на графики, на технику, что мне нравится, что не нравится, потому что, думаю, к чему присмотреться, ну, ничего интересного, шатаемся туда-сюда, надо смотреть, насколько сильная валюта, насколько она действительно интересна, здесь сказать особо нечего, поэтому этот момент мы пропускаем, меня еще попросили взглянуть на SUI, SUI мне, если честно, не очень нравится, SUI, насколько я помню, это FileChain, то есть, он является аналогом FileCoin, StoreJ, и тому подобное, я, кстати, когда-то пытался им воспользоваться, в итоге я, это было года 4, даже 5 назад, наверное, не очень мне понравилось, я пользовался в итоге StoreJ, хотя StoreJ сейчас хуже намного себя показывает, да, но у нас есть FileCoin, и FileCoin, как мы видим, на крит втором месте, и опять же, из-за того, что FileCoin использует стандартные протоколы, которые довольно легко везде внеприть, то FileCoin в этом плане выигрывает, но давайте посмотрим конкретно на Sui, и что-то Sui, опять же, не очень давно здесь, давайте посмотрим, когда он вообще появился, он же тоже, что-то я не понимаю, он, если честно, он показывает, что мы с мая 25-го года появились, и здесь он с мая 25-го года, но я помню, что Sui был до этого еще, когда он появился, ну так, я не пролистаю, конечно, до начала создания, мне казалось, что Sui появился намного раньше, давайте сделаем Чит, Читерство, мы посмотрим, когда был создан домен Sui.ui, кстати, по-моему, там не Sui.ui был, но окей, так, Cloudflare зарегистрирован в 20-м году, заоптейчен в 22-м, то есть они, видимо, поменяли какую-то политику, они, видимо, перешли возможность с одного контакта на другой, потому что видно, что они были еще в 20-м году и были ну, давненько уже, так что не знаю, не знаю, Sui мне тоже не нравится, Filecoin мне нравится намного больше, давайте посмотрим, что у нас тут по росту за последнее время, хотя рост на 77%, ну, опять же, одна расти довольно легко, потому что здесь у нас снизу пошли на дно и пошли наверх на позитивных новостях, одна расти довольно легко, но можем здесь заскать, я не хочу сказать, что я смотрю на криптовалюты все, что вот они, был у них пик, мы обязательно его должны перебить, нет, ни в коем случае, но что здесь происходит, мне очень нравится, тот же самый Tron, Tron, извиняюсь, Tron, мы уже достигли почти пика, и в целом мы видим, что показывает силу, хаи поднимают, лоу поднимается у нас, хаи у нас пока что не перебиты, хотя, ну, здесь у нас был прокол, не зафиксировались, то есть, это у нас уже не перебитые хаи, это конечно печально, но видно, что мы после этого в принципе и не сильно упали, то есть, мы попытались пробить, видно, что сила в валюте есть, поэтому тон, например, поинтереснее выглядит. Так, вот на этом и все, давайте подводить итоги, BTC, Ethereum, BTC, нравится, что не падает на текущих новостях, Ethereum может вырасти до 2500, наверное, на хороших новостях, если будет, пробьет и зафиксируется выше 200 и 200 станет для него поддержкой, будем болтаться где-то с 200 до 2500, какая-то такая у него будет волатильность, Solana, Solana, очередной убийца Ethereum, ну, мы выросли, у нас идет снижение объемов, у нас здесь проторговка, видимо, будет, Maple мне очень нравится, давайте, Maple, Maple used that доллар, добавлю его, интересно, интересная ошибочка, так, окей, добавился, Maple я держу, мне кажется, он может вырасти еще там до 20-24 долларов, видно, что у нас есть покупки, продаж особо нету, это очень хорошая история, АВ, АВ у нас тоже очень хорошая история, мы можем вырасти 160-200, это, у нас рост получается на 170%, Maple, у нас рост от текущего, ну, всего на 20%, но, я его покупал еще, ну, где-то вот я его вот здесь, как раз по 8 долларов покупал, как раз получается, в начале ноября, он уже дал мне x2, конечно, на небольшой объем, но это приятно, космос, космос, хорошо, у космоса мы можем вырасти даже просто в рамках вот этой проторговочки, видим, что у нас хорошие объемы, выросли на те же самые 30%, как и биткоин, у нас есть сила, в принципе, мы можем расти дальше, кстати, по поводу силы, давайте посмотрим именно, что сейчас происходит, ну, вот здесь сила, конечно, вообще не чувствуется, у нас сразу были продажи, то есть, когда мы резко росли вверх за один день, и у нас сразу сливали космос, у нас очень высокие свечи наверх, это плохо, это плохо, это довольно-таки плохо, но точно так же у нас и откупали, то есть, у нас был слив 21-го числа, 22-го все у нас откупили назад и пошли наверх, в целом, мы дошли до вот этих свеч, то есть, здесь кто-то его продавал, кто-то фиксировался, видимо, опять же, возможно, после вот этого роста, потому что рост тоже у нас был довольно неплохой на 70%, фиксировался, вот как раз вот эти фиксации были, но это знак довольно-таки плохой, с такими свечами, фитильками, но тем не менее, мы эти фитильки уже начинаем закрывать, опять же, сегодняшним барчиком мы его закрыли, можно на самом деле посмотреть, что будет в ближайшие дни, если мы закроем эти фитили, то входить в космос и смело просто дожидаться 15 долларов, это хорошая идея, если мы сейчас не закроем эти фитили, то, наверное, это не так интересно, полкодот, полкодот примерно то же самое, давайте поближе посмотрим, опять же, после большого сильного роста у нас хорошие продажи, но мы не восстановились, не закрыли вот эти фитили высокие, это не очень хорошо, но опять же, здесь тоже 60% получается, кто-то здесь что-то фиксировал, но здесь не так критично выглядит, как на космосе, но с космосом этот фитиль мы уже почти закрыли, то есть где-то 18-го числа, 21-го числа я бы сюда не входил, не смогел бы, сейчас, если мы закроем этот фитиль, то будет дорога открыта наверх до 15-ти, естественно, это будет не сразу, хотя мы можем и проскрильнуть, то есть что-то типа вот такого спокойно может повториться, это у нас с 18-го декабря по 14-го за месяц там пограсти, так, трон, трон мне почему-то не нравится, скажем так, если, у меня по крайней мере тактика такая, если мне валютка не нравится внутри, я не понимаю почему, то я сюда не захожу, то есть у меня есть трон, я его не фиксирую, я его просто буду держать, заходил довольно, когда я заходил, наверное, где-то в начале сентября, то есть он тоже дал мне уже 30%, и это довольно приятно, оптимизм, ничего сказать не могу, Avalanche ничего сильно сказать не могу, Arbitrum Sui мне не особо понравились, так что как-то так, что ж, всем спасибо за просмотр, надеюсь было полезно, и вы нашли для себя парочку интересных валюток, до скорого, всем пока-пока, аптиметра, Продолжение следует...